Математика Знакомить ребенка с математикой можно в ходе привычных моментов. Во время игры, на прогулке или при подготовке к обеду. Накрывая на стол, обратите внимание своего ребенка на размер предметов посуды и их форму. Задавайте ему больше вопросов. Например, какой формы тарелка, на которой лежат фрукты? А какой формы сыр? Чего на фруктовой тарелке больше? Яблок или груш? Сколько вилок нам понадобится? Давай посчитаем, сколько ложек нам необходимо помыть после обеда. Можно дать малышу несложное поручение. Принеси, пожалуйста, четыре блюдца. Поставь на стол пять чашек. Собираясь на прогулку, можно посчитать с малышом количество пуговиц на курточке или выяснить, сколько всего предметов одежды было надето. Спускаясь с ребенком по лестнице, посчитайте количество ступенек, а по дороге в детский сад рассматривайте и сравнивайте вместе дома и деревья. Спросите ребенка, какой из этих двух домов выше, какой формы окна у этого дома. Совместное конструирование – это здорово! Строите вместе с малышом разные башни, домики, мосты. Сравнивайте их по форме, высоте, ширине. Можно посчитать количество деталей конструктора, нужных для возведения той или иной постройки. Получившиеся конструкции используйте для различных игровых ситуаций. Во время рисования можно сравнить карандаши по длине или уточнить, какой формы лист бумаги. Во время чтения сказок обращайте внимание ребенка на отличительные признаки персонажей. Например, у зайца хвост короткий, круглый, уши длинные. Обращайте внимание малыша на цифры, которые окружают нас. Например, цифры на часах, на календаре, на кнопках в лифте. Называйте номера домов, квартир, машин. Важно научить ребенка ориентироваться в пространстве. Находясь на детской площадке, попросите малыша встать за скамейкой, перед качелями, слева от горки. Гуляя в парке, повторяйте с ребенком название дней недели. Спросите, какой день недели самый первый, сколько выходных дней, а какой день наступит после среды. Закрепляйте название и последовательность месяцев в году. Со старшими дошкольниками можно придумывать и решать несложные математические задачи на сложение и вычитание, используя различные предметы, которые окружают вас. Например, на вешалке висело 4 рубашки. Две из них мама взяла постирать. Сколько осталось рубашек на вешалке? Важно не забывать о развитии мышления ребенка. В этом вам поможет игровой прием «Найди ошибку». Предложите малышу рассмотреть картинки с ошибками. Например, на картинке изображены ребята, которые вышли зимой на прогулку, но при этом на руках у них нет варежек. Задача ребенка – найти эту ошибку и озвучить ее. Уважаемые родители, надеемся, что наши рекомендации будут полезны для вас. Желаем вам успехов и всего самого доброго!